итак сторона обвинения вот каких хочет результатах но вот коллеги что я вам что я не написал дело в том что на различных стадиях судопроизводства их интересы меняются на стадии до возбуждения дела какой интерес у них у следователя например конечно он будет счастлив отказать он вам бутылку поставить за то что вы ему подскажет тоже вариант коллега это кто кто сказал вообще кто вот такой грамотная ну ладно это я хотел руку пожать здорово имейте опыт предшествующий а я не идентифицировался отказать направить по последственности чего угодно просто счастлив будет на стадии возбуждения дело вспомните если не избрана мера пресечения обвинение предъявлено дело возбуждено по факту что ему проще ты становить потом уже возобновлять придется а так так умрет да посмотрите свои позиции итак самая тяжелая позиция друзья тяжелее всего 2 к следователю это если он дело возбудил задержал меру пресечения виде содержание по страже избрал правильно вот тогда труба этот вопрос согласован со всеми если делать будет прекращено то ему им всем здесь тогда за что можно договариваться о чем это повторюсь самая тяжелая ситуация для следователя тогда когда он меньше всего склонен компромиссу но на какой компромисс повторяюсь он может пойти здесь уже вы лучше меня знаете и так коллеги совет который я вам даю как бывший следователь и как человек который много лет обучает следователи запишите себе когда вы планируете готовите переговоры со следователем соответственно с руганием следственного органа прежде всего мысленно встаньте на его место это понятно да любой опытный адвокат это знает просчитайте свои выгоды его выгоды и самое главное просчитайте его что страхи и опасения страхи и опасения следователя затем составьте документ я уже говорил вам да составьте письменный документ желательно не более двух страниц но это уж как получится с описанием всех нарушений ошибок назначьте время переговоров и здесь масса нюансов вот когда вас будут занятия по переговорам там вам расскажут время желательно с утра до обеда место было бы здорово конечно если бы на нейтральной территории или даже у вас но это вряд ли возможно да это будет скорее всего где при при прочих равных условиях лучше даже в кабинете у руководителя средства органа вместе с ним но это спорный вопрос дальше коллеги тактический прием такое когда возьмете слово постарайтесь описать их позицию лучше чем они бы описали и и сами запишите себе тоже когда дам ну вам вы возьмете слово опишите их позицию лучше чем они бы описали сами это уже из тактики переговоров и понятным для них языком то есть как будто вот вы следователи чтобы они поразились ё-моё ну ничего себе ты чё дела расследовал и только после затем переспросите правильно ли я понял вашу позицию вот прям переспросить правильно ли это когда получите утвердительный ответ или уточнение там после этого излагайте свою то есть ребят тут минимум 90 процентов даю то дело даже если суде будет если будет приговор я 1 добьюсь 237 вы получите а судья а потом будет апелляционная жалоба и вот посмотрите судебная практика я вот специально для вас нашел распечатал желтым выделено не давайте никогда следователем судебное решение просто распечатаны всегда поработаете фломастерами они страсть как любит вот куда желтым выделите и красным если на и синеньким таким то что вам необходимо показывать искать ребят но я вас я все равно дело вам верну ну давайте может быть все таки это и тут ваши предложения какие то вы уже сами знаете лучше но перед этим ой я чуть не забыл главный то пункт согласуете вашу позицию с доверителем и и продемонстрируйте все риски прям письменно или включите диктофон с его согласия лишь как хотите прямо включайте диктофон потому что знаете что этот же товарищ на вас потом накатает что жалобу потому что главный враг адвоката это а вы идете на риск и так вы зафиксировали его согласие он все понял вы ему все разъяснили потом вы идете на переговор ну и наконец заключительное если следователь не пошли с вами на компромисс ни в коем случае не выходить из себя не допускать чего оскорбление обид переход на личность чего подобного лучший выход из этой ситуации улыбнуться сказать ну ребят я понимаю чисто бизнес встретимся в суде да но после этого ребят если с вами не пошли на компромисс сделайте все возможное чтобы сторона обвинения об этом пожалела